Всем доброе утро! Сегодня мы с вами поговорим о утреннем уходе. Чем он отличается от вечернего, вы сможете узнать, если посмотрите мои видео о вечернем уходе. Сегодня стадия очищения и тонизирования кожи. И сейчас утро, я еще не завтракала, нахожусь я на кухне у себя. Тихонечко от всех убежала, пока все еще отдыхают. Сейчас выпью водичку с лимончиком, это то, с чего я начинаю уже много-много лет свой утренний уход. Вот, я считаю, это тоже уход за нашим только организмом. Приятную музыку, которая меня настраивает на прекрасное настроение. И что я уже сделала? Я уложила свои непослушные кудряшки, которые торчат утром антенками в разные стороны. Таким средством это понтин прови. Дополнительный объем спрей называется, но он фиксирующий. Если вы такой еще не пробовали, очень советую вам попробовать. Это не смываемый уход. Чудо, но здесь содержатся такие соединения крахмала, которые вот так чуть-чуть фиксируют волосы. То есть, если вы хотите объем, вы можете их вспушить. И если вы хотите, чтобы вот так вот они вот ровные ваши естественные волны лежали, А я хочу сейчас их убрать, потому что утренний уход у меня будет, и мне будет не очень удобно с пушистыми волосами в разные стороны. Ну, и заодно я сразу же укладываю с утра волосы. Это замечательный уход, проверено химиком. Так что безопасно, действительно, можно не смывать. Это абсолютное открытие. Я хотела бы с вами поделиться таким секретом, что я организовала на кухне. Там, где у меня находится фильтр с чистой водой, встроенной. И у нас довольно такая тяжелая вода, артезианская, в квартире. Поэтому я стараюсь утром использовать, ну, хотя бы утром использовать чистую воду из фильтра. Поэтому умываюсь просто на кухне. Организовала себе вот такую вот коробочку. Да, ставлю ее прямо на кухне, чтобы уже никаких отговорок не было. Не убываться и не делать хорошее такое подробное очищение и тонизирование кожи. В общем, третьим мы с вами сейчас и воспользуемся. Ну, конечно, не всем, а только частично. Нужно утреннее умывание. Оно необходимо для того, чтобы снять остатки вечернего ухода, который сейчас уже вам не нужен. И кожное сало вместе со всеми токсинами, которые выделились в процессе сна. Вы знаете, что ночью кожа лучше всего обновляется и выбрасывает все токсины. Именно поэтому вы иногда чувствуете неприятный вкус во рту, да, налет на зубах. Потому что это все выбрасывается организмом, да. Утром очень важно тонизировать свою кожу, как бы подготовить ее к целому дню. И вполне возможно подготовить ее к нанесению макияжа, если вы планируете выходить куда-то. Сейчас я буду умываться мусом для умывания от Неви, для сухой кожи. Вот такой мус. Он сразу же дает пену. То есть ее не нужно взбивать. Утром мне не хочется взбивать никакие пенки. Поэтому вот так он сразу дает пену. Я буду наносить ее на влажное лицо. Двух нажатий вполне достаточно, чтобы как следует умыться. И зона декольте. Соответственно, на лицо и декольте двух нажатий вполне хватает. Очень экономично. Советую вам попробовать. Но здесь есть отдушка. Для тех, кто не любит отдушку, я знаю, уже есть такой заказ от моих подписчиков. Создать ролик о средствах без отдушки, гипоаллергенных средствах, которые не раздражали бы. И такие средства есть. Я обязательно с вами поделюсь. Те, кто не любит, этому средству не подойдет. Вам подойдет другое средство. Я обязательно сделаю для вас специальные ролики. Итак, умываемся. Я хочу сказать, что на зоны вокруг глаз, как вы видите, я никогда пенки не наношу. Даже щадящие, даже самопенящиеся, легкие, эмульсионные. Никакие пеночки не наношу. Кожа под глазами очень тонкая, очень сильно сохнет. Поэтому ей вполне будет достаточно того, что вы умываясь, просто смываете вместе с этой пенкой и все равно попадает на эту зону. Умываться я буду с помощью вот таких вот рукавичек. Они довольно мягкие. Когда их умочешь, такие целлюлозные рукавички, они очень удобные для массажа. Ну и также можно смывать маски, смывать пенки. И они немножечко шлифуют. Точно так же, как эти диски, которые я вам показывала в вечернем уходе. Умываемся. И вытираюсь я с помощью вот таких одноразовых салфеточек. Я вам уже рассказывала об этом. Теперь самое время тонизировать нашу кожу. Немножечко убрать отеки, если они есть. Кстати, на заметку тем, у кого есть отеки, это очень хороший способ. Я замораживаю вот в таких вот пакетиках для льда. Ну, также в формочках для льда. И потом перекладываю в пакетик и храню. Чай зеленый со сливками, либо с молоком. Либо кофе со сливками или молоком. Ну, естественно, без сахара. Но даже если с сахаром, вы можете его заморозить. Если у вас осталась чашка, никто не выпил. Замечательная вещь. Прекрасно тонизирует. Но должен быть такой довольно крепкий. Вот здесь сейчас зеленый чай. И я буду протирать лицо этим кусочком льда. Пока буду протирать, я расскажу вам о том, что есть противопоказания. Тем, у кого есть сильная розоцея. Очень сильная. Да, то есть розоцея это такие покраснения. А вокруг, например, на щеках они бывают. Вокруг носа очень сильные. Ну, прям вот экстремальные. С осторожностью, друзья. Потому что это очень сильное раздражение, конечно, для сосудов. Но те, у кого этого нет. У меня совсем чуть-чуть, чуть-чуть. Вот буквально крылья носа иногда бывает, да. Ну, не всегда. Ой, так приятно. Вы знаете, сразу же уходят отеки, если они есть. Вот так вокруг глазок. И много, собственно, не надо. Сколько этот чай заморожен, а не просто водичка, да, и заварка, а именно со сливками, это еще такое вот легкое увлажнение. То есть после этих процедур у меня нет ощущения стянутости. Если вы обратили внимание, я все время хожу дома в спортивном белье. Гравитацию никто не отменял. Не ленитесь. Приобретите себе хорошее спортивное белье. И обязательно носите дома. Не ходите без белья даже дома. Сейчас мы с вами кожу очистили. Тонизировали ее литом. Сосуды немножко тонизировали. Убрали какие-то отеки, если они были. И теперь самое время сделать масочку. Пока я буду готовить для всех завтрак и пить свой кофе. Я, соответственно, могу походить в маске и не тратить это время впустую. Маски я делаю не каждый день. Может быть, через день утром. Особенно такие маски. Сейчас у меня будет маска из глины. Я показывала вам уже эту масочку. Этан Тру. Поскольку у меня сухая кожа, я не приобретаю много масок из глины. У меня есть одна. Я использую ее. Потом буду приобретать следующую. Что я сделаю для того, чтобы она мне не сушила кожу. Это очень такая, ну, я бы сказала, сильно агрессивная масочка. Чистит поры. Все прям вытягивает идеально. Но она очень сильно сушит. Естественно, на зону вокруг глаз я ее не наношу. Я сбавлю эту масочку таким вот гиалуроновым гелем. Приобрести его вы можете в аптеках. Это гиалуроновый гель «Спасательный круг». По-моему, польская или чешская косметика. Посмотрите. Я думаю, что вы можете их легко найти в любой аптеке. Трехпроцентная кислота. То есть все кислоты до пяти процентов – это сильно увлажняющие кислоты. Все, что после пяти процентов – это уже отшелушивание и обновление кожи. Здесь три процента. Поэтому гель будет работать в качестве смягчения этой маски и увлажнения дополнительного. Вот так добавлю некоторое количество, но совсем немного. Мне будет достаточно вот столько. И воспользуюсь этим гелем. Добавлю его некоторое количество, чуть-чуть, может быть, пол чайной ложечки примерно. Смешаю. Пользуюсь всегда такими кисточками. Это гораздо удобнее, чем наносить маски пальцами. Несу на влажное лицо. Почему на влажное? Потому что влага помогает глубже. Вы знаете, наверное, уже из моих видео войти средством. Либо почистить, либо увлажнить. Поэтому я воспользуюсь вот такими вот витаминами для лица. Но на самом деле это минералы, конечно, от NovaSweet. Они у меня стоят здесь, на кухне. И я пользуюсь ими вот в подмазке. У меня очень хороший, кстати, мелкий диспансер, который мне очень нравится. Вот такой, видите. Очень приятный аромат. Такой легкий-легкий. Свежий, чуть-чуть, совсем не сильный, кстати. Здесь не сильный аромат в косметике NovaSweet. Пользуюсь вот таким вот большим зеркальцем, которое я приобрела, собственно, где в Fixed Price. Прям совсем за 100 рублей, что ли. Я даже не помню, сколько оно стоило. Но вот оно у меня стоит на кухне. И мне удобно. Я даже издалека себя прекрасно вижу в этом зеркале. Поставив его куда-то на видное для себя место, удобно пользоваться. В процессе приготовления еды что-то убирать, подмазывать на себя. С гиалуроновым гелем глина приобретает такую очень приятную консистенцию. Она не будет на вас полностью засыхать. И если вдруг в процессе приготовления пищи или уборки вы этим занимаетесь, или с детьми заигрались, да, то есть вы никогда не будете ощущать сильный дискомфорт. Это очень удобно. То есть я всегда, как вы видите, добавляю в такие масочки, да, либо масла какие-то, либо вот такие вот гели. Ну, а под глаза я нанесу Vitex, лучшие рецепты, бальзам-маска для контура глаз. Вот такие. Вот она с петрушечкой, она тоже прекрасно снимает оттетки, ребята. То есть вот такие вещи универсальные. Я очень люблю. То есть масочки, которые не травмируют, не раздражают. Либо, как вы видите, я делаю их менее агрессивными с помощью вот таких вот добавочек, увлажняющих или питательных. И эту масочку можно также наносить на верхние века, если, конечно, у вас не опущенные века, чтобы не попало в глаз. И вот так я прохожу минут 15, пока я не почувствую, что можно уже это все смывать. И смывание этой масочки я также, наверное, воспользуюсь вот этими рукавичками и теплой уже водой, потому что длинные маски хорошо смываются теплой водой. Но если она не успеет засохнуть, я смогу умыться и обычной прохладной водой из своего любимого фильтра. Что ж, сейчас я буду готовить завтрак. Ну и быстренько приготовлю завтрак. Сделаю кабачки немножко в кляре. Мужу в кляре, себе без. Почему-то все очень любят у нас кабачки, такие вот немножечко поджаренные, подпеченные. Не знаю, с чем связано. Но вот это блюдо мы как-то все вместе почему-то очень любим. Утром иногда делаю, прямо обмакиваю их в яйцо. Слегка вот так надрезаю их немножечко, вот так вот дырочки делаю, чтобы они быстро пропеклись. Секрет для тех, кто мучается с овощами, которые не успевают прожариться, да. Делайте немножечко дырочек, и они будут довольно быстро пропекаться. Сразу вот плиту не включаю, поскольку она очень быстро нагревается. Это индукционная, поэтому делаю все очень быстро утром. В процессе приготовления масочка моя подсохнет, подвытянет из пор, все, что не нужно. Ну и лицо станет чистым. В него будут прекрасно входить все остальные уходовые средства, о которых мы с вами поговорим во второй части этого ролика. Я обязательно сниму его для вас. Об утреннем уходе. Часть 2. Именно о питании кожи. Мне очень нравится слушать по утрам музыку, когда меня никто не беспокоит. Я не должна никуда спешить. И я выделяю это время для себя, хотя бы 15-20 минут. Пока все еще спят. Встаю я довольно рано. Могу в 6 встать и в 7, и в 5. По-разному, в зависимости от того, как легла. Вот так. Теперь мы будем их жарить. Я еще сварю яички с мяткой. Кстати, будьте аккуратны, не кладите их в кипящую воду. Чуть-чуть подогретую можно, потому что если яйца из холодильника, они холодные и они могут здесь взорваться. Так, вот наши кабачочки уже практически готовы. Всего лишь пару раз я их переворачиваю и все. Дальше они уже готовы. То есть, в том случае, если вы проткнули их несколько раз ножичком, они очень быстро приготовятся у вас. Вот такой быстрый завтрак, несложный. И по чашечке кофе каждому. Так, а сейчас я чувствую, что моя масочка уже начинает обсыхать. Мне это не нужно, сильная такая завтрака, она легкая. Поэтому я буду ее снимать. Поэтому поставлю меньше. Вот, друзья, завтрак уже готов. Маску я сняла, кожа очень хорошо тонизировалась, поры стянулись, закрылись. Краснота убирается, кстати. И очень хорошо, довольно влажная, хорошая кожа после масочки под глаза с петрушкой. И чувствую себя замечательно. Сейчас остались маленькие моменты. Идиллию от виши под глазки увлажняю. Быстренько, пока еще никто не пришел. Вот так. Прям слегка, буквально чуть-чуть. Это такой хороший увлажнитель. Вы можете заменить этот этап любой абсолютно увлажняющей. С сывороткой, любым своим кремом, к которому вы привыкли. Чуть-чуть дает перламутровость такой кожи. И он немножечко с золотой, с золотым батоном, таким немножко персиковым. И в аналогах люксовой косметики вы можете выбрать там для себя другой какой-то вариант. Посмотрите, пожалуйста, ссылочку вам оставлю. Вот так капельку, капельку, капельку. И на лицо я буду использовать тот же самый гиалуроновый гель. Это польская косметика. И вот этот гиалуроновый гель я наношу вот так, просто на все лицо. В качестве увлажнителя утреннего. После маски обязательно использую такие увлажнители. На густы он хорошо впитывается. Поэтому не бойтесь, можете наносить такие средства. И на зону декольте тоже. Не забывайте, пожалуйста, за ней ухаживать. Кожа здесь очень тонкая. Не жалеете на нее средства. Хотя бы кремы для лица, которые вы используете, используются также для зоны декольте. Если у вас нет специального какого-то крема. Вот этого увлажнения мне будет сейчас. Сейчас пока достаточно в течение завтрака и некоторое время после него. Кожа у меня такая смешанная, склонная к сухости, скажем так. И мне нужно постоянное увлажнение. То есть я не могу находиться очень долго совсем без крема. Просто вот так умывшись. Остаточки на предплечье и на ручке. Крем замечательно впитывается. Он такой чуть-чуть в первое время липковатый. Потом полностью уходит. Все-таки это абсолютно вода. Загущенная гиалуроновая кислота. Поэтому она прекрасно войдет. На пчелином мозге. Заказывала я целый комплект Вайхерп. Как-то вам показывала, по-моему, эту помадку. Делаю вот так. Почему так спешу? Потому что муж уже входил, пока я была в маске. Сказал, о господи, хорошо, что я без очков. И ушел обратно, чтобы этого не видеть. Ну, он, конечно, шутик. Конечно, он спокойно относится ко всему уже. Спасибо большое, что вы были сегодня со мной. Все утро. Я желаю вам прекрасного дня. И обязательно сниму для вас видео об уходе питательном. Уходе у питательных масок и питательном уходе утренним. Который я буду применять уже после того, как закончим завтракать. И уже когда у меня появится чуть больше свободного времени. Удачи! И будьте благодарны за все, что имеете. Пока!